Между словами, можно мерить расстояние по-другому. Самая, наверное, известная и простая мера — это так называемое расстояние Хеммингта, которое мы с вами уже так незаметно применили. Когда я вам задавал вопрос, минимально ли вот это расстояние по графу, вы сказали «Да, минимально, потому что все четыре буквы разные». На самом деле, вы сделали ничто иное, как измерили расстояние Хемминга. Расстояние Хемминга определено для пара слов одинаковой длины. И это ничто иное, как количество различающихся бонус на той и той же позиции. Количество позиций, которых символы слов различий. Здесь одна первая позиция стоит на ф, а здесь буквы по ф, вторая – буквы по а, буквы по о, дворой – буквы по з, буквы по ш, буквы по а. Соответственно, четыре различающиеся позиции расстояния Хемминга между этими словами равно 4. Равно 4. Вопрос. Чему равно расстояние Хемминга между словами фарш и панк? Не понимаете, ровно так лечить? В слове фарш у нас имеется первая группа ф, здесь первая группа п, то есть одно различие нашлось, здесь а, здесь а. Различия нет, здесь р, здесь н, здесь ш, здесь в. А вот получается расстояние Хемминга, равное трех. Ну, вот еще несколько примеров. С первыми словами, флот и клоп, расстояние Хемминга какое? Два, между словами мука и слон, четыре. А вот мы с вами научились измерять расстояние между словами одинаковой длины в, вот, в этом, каким способом. Заметьте, что это расстояние является оценкой снизу для расстояния, которое мы получаем в ходе нашей игры с номенами внув. Да, потому что не может быть расстояние по тому графу, который вы видели, меньше, чем расстояние Хемминга между словами. Мы наскользуемся фактором, доказав, что вот это вот расстояние минимальное, потому что меньше четырех, но ее только получить не нужно. Теперь, правда, как вы научились мерить расстояние Хемминга, давайте сразу перейдем к проблеме, которая, оно и состоит. Ну вот, такие слова. Муха и уха. Чему равно расстояние Хемминга между ними? Четыре. Да, в каждой позиции знают разные буквы. Это одна проблема. Ну, еще одна проблема, например, в паре муха-мушка, да, мы вообще не можем измерить расстояние Хемминга, потому что у нас по определению должны быть слова одинаковой длины. Но проблема со словами муха и уха, в чем состоится держатель? Чему мы не рады тому, что между ними расстояние четыре? Потому что мы не знаем, как смотришь. Потому что в них, в общем-то, в каком-то смысле довольно сильно похоже. Да, в них есть общая под строка длины три. По нашему определению получилось четыре. Вопрос, насколько хорошо это отражает реальность, не надо ли нам ввести какую-нибудь меру расстояния, которое позволит говорить, что слова муха и уха в общем похожи. Ну, одну меру расстояния, еще одну меру расстояния, я опять-таки только что так набегу ввел. Я сказал, что длина наибольшей общей под строки, ну, это мера сходства, да, то есть если у нас имеется длина, если мы вычтем длину наибольшей под строки из длины слова, поскольку у нас пока же слова одинаковой длины, то мы найдем тоже в таком-то смысле хорошую меру расстояния. Ну, соответственно, вот у нас будет тогда длина слова минус длина наибольшей под строки, как мера расстояния между словами, например, муха и ухаб, получится от, знаете, получится слово муха и ухаб довольно близко друг к другу. Если у нас есть, например, слово, ну, скажем, фарш, давайте я возьму слово, все, второе, самое слово фарш, и возьму, например, слово ак, чему будет равно расстояние между этими словами по хэппингу, четыре, а по отношению к новой мере про под строки? Два. Наиболее желткой под строка у них хватает, да? Мы вычитаем ее длину из длины слова, получаем расстояние, равное... Ну, попробуйте придумать какую-нибудь пару слов, которые имеют расстояние по этой мере равное трем. Люблю. Сообщите ее, да. Пони и папа. Как? Пони и папа. Пони и папа. Нет. Ну, да тут еще сразу возникает вопрос, как мы будем считать, повторяющийся мух. Ну, значит, наверное, один раз рассчитывается по минимальным принцам каждения. Ну, например, с вами пони и папа, видимо, у нас состояние получается равна трех, да, очевидно, для того, что минимальная, максимальная общая под строка, п, ну, и вот это, кто может, вот здесь видите, неважно. Но расстояние получилось равное трех. Ну, вот эта мера, в каком смысле, тоже выглядит довольно разумно. Она, правда, не решает проблему с мухой и мушкой. Мы, вообще-то, наверное, хотим уметь находить расстояние не только между словами одинаковой длины. Что можно было бы сделать, чтобы научиться, используя расстояние Хемминга, находить расстояние между словами типа муха и мушкой, между словами разной длины? Какую операцию мы можем себе разрешить? Принять несколько букв сам. Мы можем разрешить себе очень простую операцию. Мы можем разрешить себе вставку, так сказать, пустого символа, пустого символа, да, незначащего символа. Знаете, мы разрешим себе вставку незначащего символа, тогда мы можем привести одно слово к длине другого. То есть, проще говоря, самое простое, что можно предложить, это мы можем взять более короткое слово, дописать ему сколько-то раз незначащий символ, и тогда у нас, не сколько, а за количество раз, равное разности длины большего слова и меньше длины меньшего слова. Тогда мы получим слова, которые короткое равное расстояние Хемминга. Ну вот давайте я попробую в слово муха вставить, пустой символ его, вначале, подчеркиваем. Я это сделал, как вы видите. Сделал тремя разными способами. Вообще говоря, никто не сказал мне, по какой стороне или куда-нибудь на середину я должен вставлять эту пустой символ. Проблема, которая получилась после этого, состоит в том, что у меня теперь разные расстояния в зависимости от того, куда я вставил незначимую символ. Если я вставляю его вот сюда, то чему равно расстояние Хемминга? Двум. Если я вставляю его вот сюда, то же двум. Если я вставляю его вот сюда, сперёжки. Как сперёжки? Не знаю про МДОМО, а в МДООМО, а в А4, а в МСИ, получается, 0,2, 0,2, 0,4. Сравитность. Не 5, 4. Но есть проблема. Проблема состоит в том, что мы не знаем, куда вставлять незначимую символ. И, строго говоря, можно найти простую идею решения этой проблемы. Давайте вспомним, что мы делали, когда мы искали пунктипографию. Мы говорили, что расстояние между словами это минимальная длина пунктип, длина самой короткой пунктип. Здесь мы тоже самое можем сказать, что мы расстояние между словами назовём такое расстояние, которое получается, то есть минимальное из тех расстояния, которое получается при вставке незначимых символов или незначимых символов. Мы договоримся вставлять незначимый символ оптимальным образом. Таким образом, чтобы минимизировать расстояние. Вставлять его в начало сюда бессмысленно, потому что он даёт расстояние 4, а если даёт сюда и не сюда, то это даёт нам расстояние 2. И тогда мы договариваемся, что мы разрешаем себе вставлять незначимый символ в оптимизирующем это расстояние образа, минимизирующем его. Тогда мы можем измерить ещё и расстояние между словами разной длины. Ну, давайте теперь пусть у нас есть слово «мушка» и, например, слово «шкаф». До сих пор я разрешал себе вставлять незначенный символ в более короткое слово. Соответственно, если я поведу себя таким образом, мне надо вставить незначенный символ в слово «шкаф». Мне надо добавить незначенный символ сюда и получить после этого считать расстояние хейминга. Если я разрешаю себе так называться, то какое минимально возможное расстояние хейминга между этими словами я могу получить? Я разрешаю себе вставлять вставить незначенный символ в слово «шкаф». Пять, совершенно верно. И как бы я его не вставлял, ни одна внука не совпадет. Ну, если я вставлю в конец, да, но ничего не совпаду. Если я вставлю, например, сюда, «шкаф». 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 У меня все равно получается расстояние пять. Хотя мы видим, что общая подстрока здесь есть, то есть в каком-то смысле смысл между словами имеется. Это наводит на мысль, что можно разрешить делать вставку не только в короткое слово, но и вообще в любое из слов. Если я теперь разрешу себе вставлять незначенные символы и в длинное слово, и в короткое слово, неважно, лишь бы минимизировать расстояние, то вопрос, как мне вставить незначенный символ, так чтобы получилось минимальное расстояние? «шкаф» в начале два, в начале два. «шкаф» в начале два. Дальше, чтобы приравнять к нему внушке, вставляю здесь еще один конец. Итого я получаю расстояние, равное трех. М – незначенный символ, у – незначенный символ, незначенный символ – ф. И вот эта идея перейти расстояния первых словами оказывается одной из самых популярных в ЭКГУ на лингвисте. То, что мы сейчас с вами получили, называется расстоянием Ливенштейна. Мы с вами разрешили себе вставлять незначенный символ и в одно и в другое слово, в любые позиции, лишь бы минимизировать расстояние. Вот, видите, здесь, у меня, конечно, примеры и другие слова – муха и ухава. Но с ними история та же самая. Нам оказывается полезно вставить один символ в начале ухава, один символ в конец ухи, тогда мы получим расстояние 2, выровняем друг по другу вот этот вот расследователь спух ух2. И вот это вот расстояние Хейминга с допустимой вставкой незначенных символов в оба слова называется расстоянием Ливенштейна. У расстояния Ливенштейна есть более простая и очень естественная интерпретация. это количество удалений вставок букв и замен букв, которые нужно сделать, чтобы получить из одного слова другое. То есть, если мы возьмём слово «мушка», то нам надо удалить из него буквы «м» и «у» и добавить в нему букву «в», чтобы получить слово «шкаф». Если мы возьмём слово «мушка» и нам надо из него получить, например, слово «мурка», то нам надо сделать одну замену в расстоянии Ливенштейна 1. И так далее. То есть, есть три так называемые редакционные операции удаление вставка и замена. Пользуясь ими, мы получаем расстояние ну, важно только пользоваться этими операциями в оптимальном опыте. То есть, нам нужно научиться вставлять символы в изнательные символы, нужно или сделать то, что называется оптимальным вырампом. То есть, мы выровняем друг под другом слова «мушка» и «шкаф». Это некоторая чуть более сложная задача. Ну, про расстояние Ливенштейна чего-то сообщили, что интересный, забавный факт. Владимир Осипович Ливенштейн недавно скончался, к сожалению. Но он написал в 1965 году свою статью, которая называется двоичные коды с исправлением и попадением с там, к размещению символов. Там не только правильно, не только измерение расстояния говорится, но вот некоторым интересным образом, если вы сейчас откроете гугл-сколок, то вы обнаружите, что это самая цитируемая статья, написанная российским или советским математиком за всю историю российской и советской математики вообще. Нет никакого более цитируемого текста ни у Колмогорова, ни у Арнольда, ни у кого-то. Правда, понятно, что по общему количеству цитирований, конечно, Колмогорова или Арнольда предзайдут Ливенштейна, но среди работ это самое цитируемое. Потому что, действительно, на ее основе создано огромное количество компьютерно-лингвистических приложений. Самая очевидная область применения расстояния Ливенштейна – это проверка профографии. Почему там применяется расстояние Ливенштейна? Потому что напечатки – это и есть те самые ливенштейновские редакционные операции. Вы можете случайно набрать не тот символ, вы можете случайно напечатать лишнюю букву, или вы можете случайно не допечатать. Еще бывают операции перестановки, например, это бывает в других версиях, например, в так называемых расстояниях демера у Ливенштейна. Но мы этому уже вдаваться не будем. Но важно то, что, когда ваш компьютер исправляет вам опечатки, например, Word предлагает кандидату или ваш телефон вам сам автоматически исправляет, то обратите внимание, что он обычно исправляет опечатки на небольшом расстоянии Ливенштейна. То есть слово, которое вы напечатали, и слово, которое предлагает вам проверка орфографии, находится на маленьком расстоянии Ливенштейна, обычно один-два. То есть если вы напечатали какое-нибудь не словарное слово, например, вот такое вот, то ваша проверка орфографии исправит вам это на гипоматамство, но они будут предлагать в качестве исправления, например, слово «тетрадь». А потому что слово «тетрадь» находится на очень большом расстоянии Ливенштейна от слова «гипоматам», чтобы слово «гипоматам» получить слово «тетрадь», нужно… Слово «гипоматам» с такой обличатель. Нужно сделать, кстати, сколько дирекционных операций? Вставить силу. Слово «гипоматам» — какое силу вы вставите? Ну, свои. Вы получите слово «тетрадь»? Нет. То есть вам надо из слова «гипоматам» получить слово «тетрадь». Вам надо заменить и вставить довольно много чего. Может быть, даже что-то удалить. Попробуйте. Вы не понимаете, что вам надо вставить, заменить и удалить? Сколько операций? Восемь операций. Восемь нам предлагают решение. Ну, давай дальше попробуем пускать выравдывание, которое мне кажется сразу. Пятнадцать. Восемь операций. Ну, если нам удастся сделать за восемь, то будет вариант 15 отвергнуть. Если не удастся, то тогда придем к большему числу. Ну, я бы делал, например, так. Я бы искал буквы, которые в общем словами «гипотама» и «тетрадь». У нас имеется «т», имеется «а», где-то недалеко от него. В слове «тетрадь» тоже имеется «т», второе стоит особенно недалеко от «а». Мы это делаем на пальце. Сейчас через пару минут мы обсудим алгоритм, как это сделать серьезно и неинтуитивно. Но пока что на пальце кажется, что да, у нас есть какой-то «т» недалеко от «а», и, наверное, хорошо было бы не выравнивать эту статуру. Тогда нам для этого нужно вписать сюда простой символ. Ну, и, соответственно, уравниваем клины. Дальше смотрим, что у нас происходит. Чтобы для этого написания «гипотама» над ним «b» очень золотой страсть, нам нужно «г» заменить на пустое место, то есть удалить «г», удалить «i», удалить «b», удалить «o», заменить «b» на «d», заменить «o» на «e», уже получилось 6 операций, вставить «r», заменить «r» на «d» и добавить пятый знак. У меня получилось 9 операций. Если у вас получилось 8 лучше, скажите. Если у вас получилось 8 лучше, скажите. Или вы где-то вообще наиспать счет. Я говорю, что пока что-то делает настолько на пальце, что при таком большей числе можно было бы неожиданно. Но идея, в общем, такая. У нас имеется 4 удаления, 2 вставки и 3 замены. Того получается 4, 2 плюс 2 плюс 3, и того 9 декционных операций. Вот вам измерили расстояние между гипотамсом от них «b» и цифрация. Давайте еще один пример. Тоже длинные слова нам предлагаем. Слова лакрица и планетария. Попробуйте для них найти расстояние. 8. 8 предлагается. Если присмотреться, то действительно, вот здесь бросается в глаза общая часть слав и общая часть 3. Наверное, если записать их друг под другом, то мы получим что-то разумное. Может быть, не получим. Правда, я буду выяснять более точно. Но кажется, что... ...два креица и планетария. Попробуем написать их друг под другом. Тогда у нас получается здесь добавить символ «p», заменить «p», добавить «e», «a», уже 5 операций. Заменить «c» на «f» и удалить букву «a». Тогда у нас получается 7 релекционных операций. Вот при вот таком вот выравнике. Вот какое там выравнике у меня здесь нарисовано. Оно чуть-чуть другое. Но оно, наверное, тоже самый результат. Потому что, видите, я мог бы сказать, что я сюда вставляю 3 эти штуки. Мог бы, например, вставляю 3, а потом уйдет в «k». Мог бы «k» поставить какое-нибудь другое место. Но вот дальше возникает вопрос. Вот мы научились таким образом измерять состояние между словами. И оно получилось равно 7. Но мы, конечно, делали ее побольше на 3. Давайте попробуем сформулировать алгоритм, который сделает это более надежно. Вот сейчас я буду рисовать такую огромную страфию там лица. Вы уже провели, что она примерно будет нарисована. Я сейчас ее нарисую на доске руками, чтобы следили за тем, откуда я ее беру и что там происходит. Смотрите. Вот такая история. Я хочу ее постепенно заполнять. Дальше, если вы захотите, то заполните ее сами. Что я делаю? Я делаю очень простую вещь. Я пытаюсь найти расстояние, так сказать, не сразу между такими огромными словами, а между их под словами. То есть я впервые найду расстояние между под словом одного. Между под словом одного слова длиной — это одна буква. И под словом одного слова другого слова длиной — ноль букв. И так далее. Что я сейчас делаю? Я запишу слово «лакрица» в столбик. «Эпсилон» обозначает пустую букву, пустую слово, отсутствие буквы. Слово «монитарий» записывают в страфе. И дальше начинается интересная вещь. Вот я хочу получить эту таблицу, в которой в правой нижней ячейке будет записано расстояние от слова «лакрица» целиком до слова «планета». А, например, вот в этой ячейке будет записано расстояние от слова «лл» до слова «пл». А, например, вот в этой ячейке будет записано расстояние от слова «лл» до слова «плал». И тогда, заполняя таблицу таким образом, я постепенно смогу получить и необъедимое неправое нижнее лечение. Для начала я могу попытаться заполнить верхнюю строку. Верхнюю строку заполнить очень просто. Расстояние от пустого слова до пустого слова чему равна? Нуль. Не надо понимать, как и реализационные операции, чтобы получить из пустого слова пустое слово. Расстояние от пустого слова до П равно чему? Другой. Отдругой. Расстояние от пустого слова до П равно чему равна? Друг. Слово было ПЛ, а потом Друг. Нам надо прибавить П, прибавить Л. Каких других вариантов вы не можете. Оно оказывается на один больше, чем предыдущее. Плюсуя стрелочку, говоря о том, что мы пришли и заполняем ячейки слева. Плюсуя стрелочку в ту ячейку, из которой мы пришли и заполняем соответствующие ячейки. Ну и дальше получается 3, 4, 5, 6. Ну и так далее. Теперь то же самое. Давайте пройдемся к первому столбцу. Расстояние от Л до пустого слова чему равна. Один. Надо все равно на один больше, чем расстояние от пустого слова до пустого слова. Нам понадобится удалить Л. Дальше два, дальше три, дальше четыре. Ну и так далее. Теперь, значит, вот теперь это самое интересное. После того, как мы заполнили вот эти вот тривиальные строки, тривиальный столбец, давайте теперь задумаемся вот этим. Чему равно расстояние от слова Л до слова П. Задуматься об этом я могу следующим образом. Смотрите, я уже знаю, на самом деле, три соседние слева сверху ячейки. Я знаю вот это ячейки, вот это ячейки, вот это ячейки и вот это. В принципе, расстояние от слова Л до слова П у меня может получиться следующими тремя способами. Значит, это может быть такое же расстояние, как от слова Л до нулевого слова, но плюс я еще написал П, соответственно, единицу больше, чем было слева. Это может быть такое расстояние, как от нулевого слова до П, но, например, мне еще надо ударить Л, так что на единицу больше, чем было справа. И это может быть такое же расстояние, как от нулевого слова до нулевого слова, с заменой лунда p, то есть единицу больше, чем было бы при диагонаре. А потому что замена лунда p — это одна операция. Соответственно, я могу здесь написать двойку, получив ее отсюда, и могу написать единицу, получив ее отсюда при повреждении единицы. Что я выбираю? Единицу. Я выбираю оптимальный вариант и отмечаю, пускай, на схеме, то есть единица получилась у меня из вот этого нуля. Я рисую стрелочек из единицы в ноль, со которой мы ее получили. Это направление стрелочек может совпущать, но ближе к концу заполнения таблицы вы поймете, почему я рисую стрелочек в такую сторону. К концу таблицы окажется полезной рисовать стрелочек. Дальше. Смотрите. Теперь следующее место работает. У вас же я знаю трех соседей с левой диагонали. Вот я знаю расстояние, я хочу вычислить расстояние от лула до слова «плыв». Расстояние от лула до слова «плыв». Как я могу прийти из лу в плыв? Если я приду вот сюда из этой ячейки, то это будет означать следующую вещь, что я добавил «п», добавил «л», а потом удалил «л». То есть если у меня было сперва «л», потом я добавил «л», потом я добавил «л», потом удалил вот это «л». У меня осталось «л». Это получается 2 плюс 1, расстояние равно 3. Если я приду сюда из этой ячейки, то есть если я беру расстояние между словами «л», а дальше добавляю франдомную. То есть если у меня было расстояние между словами «л», там «в», я нашел за один шат, то увидел «л», там «в», а дальше добавлю «плыв». У меня получилось «л», «плыв». У меня получилось расстояние «плыв». Ну и. Теперь. Отсюда, если прийти, то у меня будет 2. Отсюда, если прийти, то у меня будет 3. То есть слева прийти, то у меня будет 2. А кто будет, если прийти по диагонали? Вот если у меня была единица, а сколько я должен к ней прибавить? Сколько мне будет стоить проход по диагонали? Сколько редакционных операций там содержится? Проход по диагонали напоминает, да, это будет означать замену буквы. Замена буквы «л» на буквы «л». Сколько стоит замена «л» на «л»? Ноль, совершенно верно. Замена «л» на «л» стоит ноль. То есть она остается на месте. Соответственно, приход по диагонали для меня будет означать, что с половиной всего равна нулю. Соответственно, оптимальный вариант состоятельной ячейки сюда прийти. В диагонали. Значит, я ровно напоминаю сюда и рисую стрелочку вот сюда. Теперь смотрите, что получилось. У меня получилось вычисленное расстояние, как с словами, логику логика. Более того, это стрелочка. Теперь я могу стартовать той стрелкой, стартовать правой нижней ячейки на блинце и пойти теперь по стрелочке. Это стрелочка. Мне нарисует маршрут в левый верхний угол. Все стрелочки. Вы можете легко доказать, что такой маршрут будет существовать. Невозможно, не один. Но все они будут в итоге показывать нам возможные пути, получить оптимальным образом строку «в» и строки «л». Этот маршрут показывает, что нам нужно, если мы проходит так вот, нам нужно добавить «в» и дальше ничего не делать. И тогда мы получили расстояние между «пл» и «л» равным единицам. Давайте пройдем чуть-чуть дальше. Вот у меня теперь имеется следующая клетка, которая будет зависеть на расстояние между строками «пл» и «л». «пл» и «л». Вопрос. С какой клетки мне выгоднее всего прийти вот сюда? Значит, мне выгоднее слева или диагональ? Слева. Почему? Слева. Почему? Потому что у меня будет минимальный, у меня получится два пункта, наверное. Сюда и прям слева. 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 И слово «п». Я могу сделать два разных вида выравнивания. Я могу, если я иду по тестику спрашиваю, то я «л» заменяю на «п», «л» заменяю на «п», а дальше удаляю букву «а». Это такой выравнивание. А если я иду по тестику спрашиваю, то я «л» удаляю, а дальше «а» заменяю на «п». То есть у меня получилось вот такое выравнивание и вот такое выравнивание. И это, собственно говоря, очень хорошо соответствует тому, что вы с вами уже видели, потому что у нас получаются разные варианты выравнивания в разных случаях. Но это вот такой небольшой пример того, как это работает. Да, вот здесь я заполню чуть больше, здесь я заполню до «н». Если вам будет не лень, вы можете как-нибудь в досуге заполнить всю их таблицу до конца вплоть до клавитарии аккрицы и убедиться в том, что действительно получается расстояние «си». Так реально работают те алгоритмы, которые вычисляют на практике расстояние «р» . Но пока что мы измеряли расстояние «р» без слова.